Итак, мы ввели числа Fibonacci и даже выяснили, что растут они довольно быстро, и добрались теперь до нашей первой вычислительной задачи. Задача довольно естественная. Мы хотим прочитать данное нам число n и в ответ выдать n число Fibonacci. Это явно не та задача, для которой никак не получается придумать алгоритм. Алгоритм очевиден для данной задачи. У нас есть формула для вычисления чисел Fibonacci рекурсивная, ну, рекуррентная. Давайте ее переделаем просто в рекурсивный алгоритм. А именно, наш алгоритм возьмет на вход число n и первым делом проверит, верно ли, что n меньше либо равно, чем единица. Если да, то в качестве ответа он просто n и вернет. А в противном случае, как нам рекуррентная формула и говорит, он сначала вызовет рекурсив на себя, чтобы вычислить n минус первое число Fibonacci, потом сделает рекурсивный вызов, чтобы вычислить n минус второе число Fibonacci, после этого вернет сумму этих чисел. Ну, что приятно в этом алгоритме, это то, что он, конечно же, корректен. Это просто переписанное определение. А вот что очень неприятно в этом алгоритме, это то, что он при очень медленной. Чтобы это понять, давайте через t от n обозначим количество строк кода, нашего псевдокода, который выполняется на входе n. Итак, что мы тогда можем сказать? Во-первых, если n меньше либо равно единица, то выполняется проверка условия n меньше либо равно единицы и возврат результата. С другой стороны, при n больших единицы мы делаем два рекурсивных вызова, которые тоже выполняют какие-то строчки кода. Первый рекурсивный вызов делается для n минус 1, второй для n минус 2, то есть там учтутся строчки кода. Ну и плюс вот еще начальная проверка, плюс нам надо сложить результат и плюс вернуть результат. Итого еще плюс 3 дополнительные строки кода. Соответственно, уже по этому рекуррентному соотношению видно, что t от n просто всегда будет больше, чем n число Fibonacci. Оно и в начале больше, и потом для него рекуррентная формула такая же, но плюс еще какие-то дополнительные плюс 3. Это, в свою очередь, означает, что, как вы помните, вот сотое число Fibonacci огромное уже и тысячное. Ну вот, например, t от 100 будет равно примерно 10 в 21, еще и тут на 1,77 какие-то. Соответственно, работать на современных компьютерах такой алгоритм при n равном 100 будет очень-очень долго, несколько десятков тысяч лет. Это, конечно же, просто непозволительно долго. Чтобы понять, почему так происходит, давайте посмотрим на так называемое дерево рекурсивных вызовов. Это дерево, которое просто показывает, из каких вызовов были произведены другие рекурсивные вызовы. Итак, чтобы посчитать n число Fibonacci, наш алгоритм делает два рекурсивных вызова. Один для n-1, другой для n-2. Каждый из этих рекурсивных вызовов, в свою очередь, разворачивается в другие два рекурсивных вызова. Например, чтобы посчитать n-1 число Fibonacci, алгоритм сначала рекурсивно вызывает себя, чтобы посчитать n-2, а потом рекурсивно вызывает себя, чтобы посчитать n-3. Ну и так далее. Итого, наш алгоритм порождает неявное такое огроменное дерево. Здесь мы видим только верхушку этого айсберга. При n равном 100 это дерево будет поистине огромное. Соответственно, чтобы понять, что же с этим деревом не так и почему оно такое огромное, давайте заметим, что наш алгоритм на самом деле много-много-много раз вычисляет одно и то же. Вот здесь, например, подсвечено, что он n-3 число Fibonacci вычислит аж три раза. n-4 число Fibonacci он вычислит, как здесь видно, ну вот тоже четыре раза. Ну и так далее. То есть наш алгоритм зачем-то делает одно и то же по многу раз. И понятно, что раз уж мы поняли, в чем проблема этого алгоритма, то мы и избавимся от этой проблемы тем, что мы не будем много раз пересчитывать одно и то же. Субтитры создавал DimaTorzok